Всех приветствую, друзья мои, на канале Tetra Games, второй выпуск Мэтт Тауэр Тайкун. Продолжаем строить наш прибыльный небоскребчик, хотя пока что он похож на маленький бизнес-центр. Но что получится, то получится, как говорится. И в этом продолжении этой игры мы будем строить несколько еще этажей. Посмотрим, как у нас зайдут туалеты и что еще тут нам потребуется. Ну что, надеюсь, вам это понравится. Поехали! Нам только что с повышением уровня, во-первых, открыли новое помещение, которое называется библиотека. Кстати говоря, нам еще и серверную открыли. Серверная добавляет процентаж прибыли с офисов, которые находятся недалеко от него. Иногда может являться требованием для арендаторов. Ну, точнее, не для, а для меня со стороны арендаторов. То есть, если нет серверной, типа, они не хотят у нас арендовать эти маленькие офисы. Ну, а что до библиотеки? Так, давайте посмотрим. Да, вот. Она является структурой, которая отвечает за привлечение посетителей в наше здание. Прямо так написано. Эта комната привлекает много посетителей в ваше строение. Стоит недешево, конечно. Добавляет 10 очков престижа. Вот этого самого. Сейчас у нас всего лишь 4 очка престижа. Чем больше престижа, тем больше посетителей приходит в небоскребчик наш. Я думаю, что я библиотеку буду строить где-то здесь. Ну, мне так кажется. И причем на пути к библиотеке я постараюсь расположить, наверное, несколько магазинов. Ну, мне так кажется, что это будет неплохо. Еще на одном этаже, конечно, нужно будет где-то построить туалеты. Не знаю, наверное, туалеты по центру будут, чтобы уж все до них могли добежать. Это будет вполне логично. Ну, что, раз у нас теперь есть денежка, нам вместе с уровнем ее премировали. Поэтому давайте строить этаж один, целиковый. Полностью отстраиваем четвертый этаж. Готово. Ставим, конечно же, тут же лифт. Вот так. И ждем, пока это все дело застроят. Что ж, этаж готов. И давайте, как я и обещал, в уголочек поставим эту самую библиотеку. Стоит она 25 тысяч. Прибыль. 93. За, по всей видимости, посетителя, который будет там, не знаю, читать или брать, может быть, книгу. Ну, прокат не очень дорого, но я надеюсь, что, по крайней мере, это помещение не только будет какую-то прибыль нам приносить, но также действительно привлечет больше посетителей в наше здание. Так, ну, я вижу, что работник в библиотеке уже есть, вот. Вера Мориц работает здесь. Ну, пока что шквала посетителей, что-то я у нее не наблюдаю. Работники и посетители уже давным-давно требовали от нас построить туалет. Давайте найдем его. Вот он. Реструм. 10 тысяч всего стоит. 6 клеток, правда, занимает. Плюс 1% для офисов и магазинов. За каждый. О, как. Так, ну. Вот, вот так он, да, значит, он охватывает вот такую территорию. Давайте здесь его и поставим. Этот реструм. Мы видим, что в начале каждого дня количество желающих покататься на лифтах, это прилично. Они все подваливают в лобби, и лифт просто не справляется. Посмотрите. Конечно, часть людей это работники офиса, часть людей это жители квартир и, конечно же, обслуживающий какой-то персонал. Я вот думаю, поставить ли второй лифт полностью, либо же поставить второй лифт, который будет отвечать только за транспортировку персонала. Чтобы, по крайней мере, уж что-что, люди, работающие в моем небоскребе, могут пользоваться отдельным стафовским лифтом. Вот он. Так вот он выглядит. Стоит чуть дешевле, ненамного. Называется Employer Lift. У меня есть идея поставить его здесь. Смогу ли я это сделать? Давайте я так и сделаю. Мне, в принципе, это не жалко. Лифт для стафа пусть будет. Что ж, теперь, когда у нас на четвертом этаже есть библиотека и туалет, это означает, что можно либо какать, либо читать. Я думаю, что нам все-таки нужно эти помещения как-то заполнить. Точно так же поставить здесь несколько офисов. А здесь, ну, что здесь можно поставить? Наверное, парочку, может быть, магазинов. Жилую комнату, наверное, мы здесь не будем ставить. Давайте я попробую так и сделать. В крайнем случае, потом я всегда смогу заменить, например, на офисы их. Итак, Shop выбираем. Поставим один магазинчик слева от туалетов. Наверное, и здесь тоже можно их поставить. Парочку. Здесь, наверное, небольшая будет проходка. Так. Чему-то не хочет ставиться магазин прямо поверх лифта. Нет, нормально. О, отлично. Какой-то контрактик выполнил. Вот так. Куча магазинов. Мне кажется, здесь не будет достаточного потока посетителей, чтобы магазины отбивались. Но, как бы это на данный момент не шибко большая проблема. Давайте застраиваться офисами лучше. Я думаю, что пришло время, наконец, уже построить еще один этаж. Давайте я прямо сейчас этим и займусь. Сделаю этаж и построю серверную для наших маленьких офисов. Так, берем флор. Растягиваем на всю длину нашего здания. Вот так вот. Дорого вышло? 2400. Но ничего, приемлемо. Протягиваем лифт. И точно так же ставим еще одну клеточку для став лифта. Четвертый этаж готов. Но, друзья, я немножечко схитрю. Смотрите. Серверная, сервер-рум, она тоже вокруг себя создает определенную область, которая будет покрывать обслуживание офисов. Если я построю ее на этом этаже, то мы видим, что как минимум один этаж будет неэффективен. Он под землей. Я бы даже сказал, что все два этажа. Вот если так, еще вот куда не шло. Идеально, если серверная будет находиться где-то вот здесь, чтобы она не закрывала ни минус первый этаж, и даже лобби, чтобы не трогала. Но, блин, это ж мне насколько нужно будет круто поднять здание. Я не знаю, есть ли в этом смысл. Возможно, когда у меня будет столько этажей, я смогу комнаты сносить и переносить, в том числе серверную. Поэтому давайте пока я поставлю как есть, именно на этом этаже. Когда мне потребуется перенести серверную выше, я перенесу ее выше. А пока что тут. Теперь, когда у нас есть вот такая вот крутая серверная. Она, кстати говоря, находится прямо над туалетами. Вот, внизу туалетами. Теперь у нас большинство офисов, я думаю, будет довольно. Они очень много воняли на тему того, что, ой, у вас там нет то туалета, то нет фастфуда, то серверный. Теперь все есть. И давайте теперь я поставлю еще несколько офисов. Как всегда, начинаем от края здания. Ну вот и все, больше денег, на больше у меня денег не хватило. Опа, землетрясение. Ничего себе. Землетрясение. Что случилось? Нифигасечки. Сломалась одна комната, офис взорвался. Сгоревшая. Давайте посмотрим, починят ли ее автоматически, или нам ее придется тупо сносить и ставить новое. Так, ну, судя по всему, никто это разгребать не будет. Видимо, будем делать это самостоятельно. Уничтожаем и строим новый. Да, каждое утро народа в лифты забивается все больше и больше. Я вот даже не могу понять, справляются ли мои лифты или нет. Давайте посмотрим. Похоже, у работников просто начинает чуть-чуть подбамбливать уже. Видите, они, конечно, дожидаются, но впритык. Что-то у меня закрадывается такое впечатление, что нужно переделывать лифт для стафа, потому что он, ну, блин, никого толком не водит. В нормальные лифты для всех. Так, мы получили очередной уровень, троечку, и нам стало что-то доступно. Во-первых, 35 тысяч баксов нам дали. Давайте посмотрим, какая-то комната открылась. Ага, вот. Медицинский центр открылся. Некоторые апартаменты, которые в аренду, могут требовать подобный медицинский центр. Добавляет 3% за прибыли для каждой вот такой вот арендной комнатухи. Обслуживание 1100 стоит, ну и стоит сама по себе, она не дешево, но также она добавляет 4 единички к престижу. Давайте посмотрим, что еще может быть. Мне показалось, может быть, или еще нам что-то дали. Нет, ничего не дали. На самом деле есть еще вот такая штука. Называется Waiting Room. Объект увеличивает количество живущих на этом этаже. Серьезно? Как это выглядит? Я вот что-то не понимаю. Вы предлагаете такую штуку ставить на этаж. Так, она закрывает весь этаж. Как много? Ну, весь этаж закрывает. То есть, есть резон ставить такую штукенцию, если мы собираемся отстроить этаж чисто под аренду жилья. Увеличивает количество проживающих. Как это, интересно, на нас может отразиться, если мы снимаем аренду с комнаты. Так, я еще заметил, что мы не достроили. Вот, смотрите, есть звуковые барьеры, оказывается. Вход в лобби есть. А что, мы можем в центре лобби сделать вход в лобби? Вход? Вот так вот? Мы можем так сделать? Я не знал. Что, и народ будет подваливать сюда? Прямо через центр нашего здания? Серьезно? А, да ладно. Мы только ко второму прохождению сделали официальный вход, получается, у этого здания, а не с боковых. Ну, ладно, прекрасно, пусть будет так. Давайте еще посмотрим, что у нас по поводу мусора. Я вот все парился-парился, оказывается, вот нужно, чтобы было построить. Что-то типа места для свалки, что ли. Оно собирает то ли с этажа, то ли со всего, пока что не очень понимаю. Написано, что объект уменьшает загрязнение на всем этаже. То есть, эту комнату есть смысл строить на этаже, где много, например, магазинов. Посмотрите, вот магазин, они прям, прям вот туалеты и магазины прям специально как будто раскидывают этот мусор и не убирают ни у себя. И вообще просто нифига не убирают. Но, к сожалению, у этой штуки-дрюки есть минус. Она грязненькая. Неприятно, короче. Непонятно, куда ее ставить. Нужно прям выделять, наверное, этаж под магазины. Что, конечно же, сложно и проблемно. Ладно, давайте сконцентрируемся либо на вот этой штуке. Попробуем сделать полностью жилой этаж. Либо же мы строим сейчас медицинский центр. Давайте заценим, где он у нас. Вот он. И попробуем вложиться в него. 32 тысячи стоит. Давайте глянем. Ага. Ага, ага, ага. Ну ладно, окей. Давайте тогда так его и построим. Раз уж я все обслуживающие комнаты строю именно здесь. Давайте его над серверной мы и построим. Соответственно, добавляем еще один этаж. Слева у меня, как всегда, будут офисы. Поскольку они работают на серверную. Не зря же мы в серверную вкладывались. Пусть отбивает вложение. Ставим два лифта. Вот сюда один. И второй сюда. Прекрасно. Теперь ждем, пока это все застроится. И будем ставить медицинский центр. Может быть нам действительно весь этаж этот... Нет, половину только. Половину. С жилыми комнатами только половину будем застраивать. Пока что не будем ничего менять. Строим сюда. Медцентр. 32 тысячи. Блин, капец, дорогой. Реально дорогой. Что-то типа лазарета. Не знаю. Что-то он не хочет строиться. А, прекрасно. Я его не там построил. Замечательно. Мышка соскочила, и он у меня построился частично на лифте. Офигеть. А деньги тоже потрачены. Ну, что поделать. Криворукость. Это криворукость. Я не знаю, как это повлияет. Давайте, может быть, сюда действительно эту комнату отдыха поставим. Она стоит недорого. Вроде 3,5 тысячи. Ну, пусть будет. Пусть будет. Вроде, блин, не жалко. Заодно мы проверим и сравним, насколько отличается количество живущих вот в этих комнатах на этажах ниже. Вот такая вот комнатуха. Это как, я не знаю, как холл, наверное. Наверное, можно сказать, что это холл. Застраиваем сразу же весь уровень апартаментами, чтобы получить максимальную прибыль с них. Я думаю, что все-таки на этом этаже попробуем вложиться, раз уж здесь будет бонус от холла. Давайте попробуем вложиться в комнаты. Я думаю, что я просто неправильно немножко перевел. Вот эта комната, the waiting room, waiting room, она, по большей части, она занимается не увеличением количества. Все, тогда прочитать можно. Объект увеличивает качество жизни на этаже. Ну, и оно и понятно. Если у жителей есть собственный холл на этаже, где можно посидеть, отдохнуть, но это тоже круто. Поэтому давайте, раз уж мы этаж заточили под это дело, здесь сделаем как можно больше этих самых жилых арендных комнат. В туалете постоянно мусор. Кроме того, на этом этаже у меня несколько магазинов есть. Раз, два, три магазина и библиотека. Ну, хрен с ней с библиотекой, там вроде не мусорят. Ну, возможно, около туалета все-таки стоит поставить ту самую комнату, которая отвечает за уборку мусора. Давайте я тогда снесу здесь магазин и поставлю эту самую комнату. Вот, называется трэшкэнс. Грубо говоря, бачки. Бачки с мусором. Я поставлю ее рядом с туалетом. Побольше я ее сделаю. Жалко, что она работает только на этаж. Это вот даже как-то странно. Вот так вот ты выходишь из туалета и тут сразу же мусорные баки стоят. Представляете? Ну, а, кстати говоря, вот эти пространства, которые рядом с лифтами. Давайте я, может быть, еще добавлю сюда немножечко украшения интерьера. Вот, например, деревца. Вот такие цветочки в горшочках. Можно картины повесить, шарики повесить. Здесь шарики, например, будут. Не знаю. Астероид. Пусть будет астероид. А сюда повесим какой-нибудь флага или эмблема какая-то. Вымпел. Ну, вот, смотрите. Уже нормалек. Получился, какой огромный бизнес-центр-то у нас вообще. И 20 тысяч даже, если что, запасть. Можно хоть новый этаж строить. Давайте так и сделаем. Правда, что именно строить на новом этаже, я пока не знаю. Ну, и давайте пусть это будет серия, которая определит дальнейшее развитие в этой игре. Либо завершаем серию, либо, ну, давайте, не знаю, сороковничек. Давайте, если будет 40 лайков, там, в ближайший, может быть, месяц, я продолжу ее снимать. Если не наберется, то и хрен с ней. Значит, это будет последняя, последняя съемка этой игры. Ну, и, конечно же, должен поблагодарить вас за просмотр. Всем огромное спасибо. Лайки, подписки, колокольчики, комментарии. Сами все знаете. На этом все. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok